В Доме правительства Московской области, чтобы послушать обращение губернатора, собрались депутаты регионального и федерального собраний, представители подмосковного правительства, главы муниципалитетов. В своем выступлении Андрей Воробьев обратил внимание собравшихся на глобальные изменения, которые постоянно происходят в регионе. Наша Подмосковья, наша территория очень активно развивается. Есть данные регистрации Министерства внутренних дел, есть перепись населения, есть просто реалии, в которых мы живем и прекрасно понимаем, что те 10 миллионов или 10,5, которые живут здесь, нуждаются в постоянном диалоге, в постоянных коммуникациях. Говоря о пенсионерах, Андрей Воробьев поручил организовать дополнительные региональные выплаты отдельным категориям пожилых людей. Президент с 1 января этого года на 8,6% поднял пенсию. Мы со своей стороны должны позаботиться о тем, кто старше 65 лет, кто живет один, кто испытывает сложности с маленькой пенсией. Таких у нас 33 тысячи человек, и доплату мы им сделаем до 17 тысяч рублей. Отчитываясь о проделанной работе в области медицины, Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в прошлом году было открыто 9 новых поликлиник. Кроме того, модернизировано 47 поликлиник, 65 стационаров и 34 станции скорой помощи. Еще 23 объекта в 2022 году, 8 поликлиник в Реутове, уже одну открыли. Еще одна будет в этом году, 3 в Матищах, Коломне, Домодедово, Балашихи. Также дополнительно строим 3 станции скорой помощи. Солнечногорск, Видная Кашир. Поднимая тему образования, Андрей Воробьев призвал активнее работать над созданием новых учебных заведений. Порядка 30 школ мы строим каждый год. Этот темп мы будем держать дальше. Наши возможности, финансовые возможности позволяют строить большое количество школ. В этом году мы, как я уже сказал, откроем 20 новых школ и 23 детских сада. Говоря о развитии дорожной инфраструктуры, губернатор отметил важность работы в этом направлении. Благодаря поддержке президента, совместно с правительством, мы реализуем конституционные дороги. И Пироговка, вы знаете, Матищинский, Дмитровка-Сверославка, и Юла, которая реализуется, Латкарина, Ленинский район. Юла называется. И другие. И дублер Егорьевского шоссе сейчас находится в работе. Все это очень важная дорога. Часть выступления Андрея Воробьева была посвящена теме ЖКХ. Среди приоритетных направлений работы – социальная газификация, увеличение парковок, стройка очистных сооружений, внедрение новейших технологий. Что беспокоит каждого человека, когда он говорит о ЖКХ? Платежка. В платежке должно быть все прозрачно, все понятно. Вы знаете, что мы ведем такую, спасибо правоохранительному блоку, тоже помогают нам в этом очень активно. Это понятная прозрачная платежка. У тебя не должно быть сомнений, что все, что там начислено, соответствует тому, что ты потребляешь. В конце выступления Андрей Воробьев обратился к собравшимся со словами благодарности. В завершение хотел и поблагодарить наших жителей, которые активны, которые нас всегда заставляют думать о главном, не позволять накапливаться проблеме. Я хочу поблагодарить глав, считаю, что, и хочу выделить, что их работа является очень сложной, очень интересной и очень благодарной. Комментируя обращение губернатора, глава Ленинского городского округа Алексей Спаский отметил, что в нашем муниципалитете предстоит решить немало важных задач. Я сегодня насчитал упоминание Ленинского округа, видного более десятка раз на слайдах, в тексте отрадно, что это было и уже реализованный проект. Но еще важнее это то, что предстоит сделать в году, в 22-м. Здесь большое количество локаций, это и подстанция скорой медицинской помощи в городе Лидно, это реконструкция Володарского шоссе, что для нас вообще является одним из больших вопросов, одним из главнейших вопросов. Это вот социальных объектов, сады, школы, которые тоже у нас запланированы. Большое количество задач, это значит, что работ будет много, значит, год будет интересным. Подробно о том, что было сделано в муниципалитете и о планах на будущее, глава округа расскажет в ежегодном отчете, который состоится совсем скоро. Максим Козлов, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.